Приветствую вас! У меня есть несколько вопросов, наверное, о помещаниях по поводу того, что вы написали в своем тексте. Значит, первое, это то, почему вы не знали о музе-дозамуществе. То есть, как так получилось. Второе, значит, ссоры по мелочам, это, по сути, ну, здесь, наверное, нормально, потому что мужчина и женщина вместе, они должны пройти какой-то этап притирания друг к другу, привыкания и так далее. У вас этот этап, может быть, еще и продолжается. Тем более, что, ну, думаю, что раз ссоры по мелочам, и раз вы о них говорите как о чем-то второстепенном, то, наверное, проблем никаких особых вам это не доставляет. За временем эта ссора, я думаю, закончится. Что действительно важно, и я бы даже сказал, очень настораживающе, тревожно, это то, что вот мужчина, который с вами, он постоянно, получается, вам врет и вас обманывает. И вы здесь, как указал мой коллега, к сожалению, правильно, вы здесь, по сути, противоречите сам себе. То есть, с одной стороны, вы говорите своему мужу о том, что, если такое случится, то есть, если он будет вас обманывать, да, продолжает вас обманывать, то вы от него уйдете. Но, с другой стороны, вы, как бы, сами подтверждаете тот факт, что вы никуда от него не уходите, несмотря на то, что он уже обманул вас много, больше, чем один. Это говорит о определенной систематике того, что он делает, и это, к сожалению, говорит о том, что мужчина не собирается что-либо менять, то есть, его все устраивает. Соответственно, ваш вопрос, что делать, если вы не можете больше выносить психолог в себе отношения, ваш вопрос решается так. Ну, первое, это понять, собственно говоря, почему же вы угрожаете мужчине тем, что сделать вы не можете. То есть, вы говорите ему, что расстаться с ним, но расстаться с ним вы не можете, в результате получается так, что, в общем-то, мужчина понимает, что за вашими словами ничего не кроется. То есть, откуда ваша такая позиция на этот счет? Почему вы настолько, получается, в себе не уверены, что не можете реализовать то, что напрямую влияет на вас? Не можете вы реализовать то, что, вообще говоря, откровенно вам бредит, унижает и принижает вас? Дальше, вы, получается, в чем-то в себе не уверены, и получается, что вы от своего мужа зависите. Вот это вот сразу два таких, знаете, аспекта, достаточно серьезных аспекта. Если вы в себе не уверены, то уверенность в себе нужно развивать, нужно повышать. Я надеюсь, вы это понимаете. Если вы зависите от мужчины, то есть, вы говорите, что не можете дня без него прожить, значит, вы какую-то часть своих интересов проецируете на него, какую-то часть своих желаний вы также проецируете на него. И это является очень плохим. Это является очень негативным для, опять-таки, вас. Потому что мужчина видит и знает, что вы от него зависимы, и, соответственно, зачем ему меняться? Как-то, если вы все равно его примете, если вы все равно его простите и так далее. То есть, понимаете, мужчина так и будет себя вести до тех пор, пока вы не начнете менять свою позицию. Пока вы не покажете ему, что, например, то, что он делает, ну, не вписывается в ваши представления, например, о, я не знаю, счастливой семье, например, о правильной семье, о доверительных отношениях и так далее. Пока вы не покажете ему, что вы не готовы все вот это вот прервать и закончить, пока вы не покажете ему, что вы не будете это все терпеть, он так и будет себя вести, к сожалению. Мне очень жаль, но мужчина сам по себе не изменится, у него нет мотивации для этого. Знаете, чтобы человек стал делать то, что ему нравится и то, что ему, там, я не знаю, интересно, полезно и то, что его устраивает, чтобы он перестал это делать, нужно, чтобы появилось необходимое желание, необходимый стимул для этого. А этого стимула у него нет, потому что вы сами, по сути, получается, только говорите. То есть вы говорите, что я уйду, вы говорите, что от него, что вы и расстанетесь с ним, то в действительности ничего этого не происходит. И вы знаете, что я вам еще хочу сказать? Ребята, вот я так понял, что вы не из России, то есть у вас имя не русское, и, соответственно, если у вас там традиции, там, где вы живете, такие традиции, что вот вы не можете просто взять и уйти, да, то вам нужно решить для себя, либо вы отдаете предпочтение традициям, и тогда вы живете так, как вам диктует мужчина, и принимаете все, что он вам дает, например. Либо вы все-таки стараетесь, ну, отстаивать свои интересы, и стараетесь как-то действовать, исходя из ваших интересов, а не исходя из того, например, что хочет мужчина. То есть вам здесь нужно определиться, определиться вот с этим важным моментом. К тому взгляд, момент действительно очень-очень важный, потому что если вы его сами для себя не определите, то, соответственно, помощь, которую мы вам предлагаем, рекомендации, которые мы вам даем, будут, как минимум, восприняты вами негативно и неподходяще. В конце концов, можно обратить внимание на следующий важный момент, что мужчина общается с этими девушками почему? Почему? Потому что ему чего-то не хватает. Может быть, ему чего-то не хватает с вами, может быть, ему чего-то не хватает секса, может быть, еще что-то. И вы для начала, для начала, вы попробуйте мужчину не ругать в прямом смысле этого слова. Вы не предпринимаете в стыке то, что он делает, раз уж так случилось, что вы, ну, все равно понимаете, что о расставании вы думать не хотите. А вы попробуйте понять, что же мужчина хочет. Что мужчина преследует в своем общении с этими женщинами? Может быть, вы ему чего-то не можете додать, такого, что он пытается получить от других, не желая требовать этого от вас. Если так, то неплохо было бы понять, что именно, и постараться это получить. И тогда вы были бы довольны, и у мужчины не было бы стимула к тому, чтобы общаться с другими девочками. Но если вы ему даете все, и если мужчина делает это просто для развлечения, то это неуважение к вам. И, к сожалению, если это неуважение к вам, то это означает, что он делает это, потому что вы позволяете. А вот почему вы позволяете так с собой обращаться? Почему вы, несмотря на это, все равно не можете допустить для себя мысль о том, что вы расстанетесь или уйдете от человека? Ну, это вопрос уже к вам. И это вопрос действительно более подробной работы с вами. Это вопрос более подробной консультации с вами. Потому что, исходя из того, что вы написали, нельзя как-то взять и кардинально вас изменить. Нужна постепенная работа по изменению вашего отношения к себе, в первую очередь. Повышение вашей самооценки, повышение вашей уверенности в себе. Более четкого, полного, явного акцентирования внимания на ваших интересах. Не на интересах мужчины, которые могут быть какими угодно, а именно на ваших. И вот как раз таки это и сделает возможным изменение чего-то. Сперва изменитесь вы, потом изменится мужчина. Либо он примет ваши изменения и будет действовать так, как вы ему говорите, чтобы не потерять вас. Либо он не настолько вас любит и все-таки предпочитет вас потерять. Но это его выбор и вам нужно понимать, что взрослый человек делает выбор сам. В любом случае, если так будет продолжаться дальше, вы не будете счастливы. Это совершенно точно и определенно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.